Еще одна сенсация, оказывается, на Украине готовилась своя операция «Валькирия». Группа офицеров управления государственной охраны во главе с полковником Андреем Гуком хотели ликвидировать Зеленского. Главу избу Малюка, главу Гур Буданова. Если не ошибаюсь, это 13-е по счету покушения на Зеленского. Недавно официально было заявлено, что на Зеленского покушались 12 раз. Скоро догонит Кастро. Последний раз якобы в Польше. Что касается покушения, то если оно и готовилось, то вряд ли в этом стоит подозревать российские спецслужбы, как это сразу сделали в СБУ. Скорее, Зеленский просто перестал соответствовать интересам тамошних и зарубежных элит. Полковник вермахта Клаус фон Шталфенберг в 44-м году не был агентом НКВД и не работал на СССР, как и бег Канарис и прочие, посвященные в заговор против Гитлера. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты. Ни на что не намекаем, но это повод для Зеленского задуматься и понять, что кроме интересов Запада есть еще интересы собственного народа. Ага, ну точно, это американцы и британцы захотели прибрати Зеленского. Вот только чемусь погрозы и заклики до убийства нашего военно-политического керевництва лунали постоянно от вас. Ваша интерпретация, демилитаризация Украины, это не четыре области, которые пошли в состав Российской Федерации. Это отсутствие Украины. Отсутствие Украины как государства. Оно может быть в каком-то мере там какими-то кусками сохранится, но там не будет вооруженных сил, направленных против Российской Федерации, и там не будет нацистов. Вот и все. Больше здесь ничего не надо. Что для этого сделать? Я могу здесь полтора часа рассказывать. Начинаем про СМЕРШ и всего остального. Чтобы не было нацистов, не должно быть Зеленского. А у нас до сих пор и Зеленский, и Буданов. Живы, здоровы, ходят и даже не оглядываются. У меня простой вопрос. Да, Коля. У меня простой и понятный вопрос. Когда мы уже вспомним заветы Судоплатова, когда мы начнем мстить? Когда, наконец, мы за наших святых, начнем мстить? Когда мы поймем, что это война, которая ведется террористическими методами? И когда мы вспомним то, что сказал наш верховный главнокомандующий о том, как надо воевать с террористами? Найдем в сортире, извините, и в сортире замочим. Можно же, наконец, приступить к борьбе с террористами единственным методом, который они понимают? Когда уже, наконец, будет уничтожена террористическая организация службы беспеки Украины? Когда, наконец, будет уничтожен правительственный квартал Киева? Когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного... Командующего главного нациста... По фамилии Зеленский. Когда все негодяи от Подоляка и вниз, по всей линии, Гур, Шмур и прочая... Отвечающие за проведение террористических актов на нашей территории, осознают, что такое гнев и могущество русского оружия. Все зависит от того, насколько долго проживут лидеры этой страны. Зеленский, Буданов, Залужный, Подоляк, Сырский и вся эта... Я считаю абсолютно адекватно на сегодняшний момент, после тех заявлений, особенно вот сегодня Подоляк сделал заявление, одна из главных наших задач – убийство русских. И чем больше мы их уничтожим, тем лучше. Поэтому уничтожать, уничтожать и уничтожать. Должна быть охота объявлена. И я считаю, что в том случае, если лидеры будут уничтожены, то любой пришедший к властью Украине, он будет нелегитимен. А Верховная Рада, которая там существует, известна насквозь коррумпированная структура, которая точно соответствующих решений не примет. А вы как представитель силового ведомства и опытный разведчик, скажите нам, почему до сих пор этого не делается? Точечные удары по лидерам. Во-первых, сначала мы соблюдали все правила ведения войны. Это раз. Второе, мне кажется, уже делается. Я думаю, что вопрос времени. До речи, точечный удар уже намагалися зробити окупанти. Памятаете, 6 березня вони завдали ракетного удару по Одессе, неподалік від місця зустрічей президента Зеленського та грецького премьера Міцотакиса. Тогда чернороти дуже смакували цією темою. Баллистика свистела рядом з Зеленським. Они как-то перепугались. Не находишь? Да, действительно. Не знаю, как там насчет греческого партнера Зеленского. Но если даже украинские парни там пишут, а где видео, где Зеленский жует галстук? По аналогии с Саакашвили, типа они удивлены. Потому что если бы у Зеленского на тот момент был галстук на этой засаленной футболке, ну, наверное, он его пожевал. Ну, так, конечно, да. Цирк да и только. Я вот вижу это как. Ну, у нас наши доблестные ВКС планово выполняют задачи, поставленные специально военной операцией. И то, что там где-то по Одессе гулял Зеленский со своим греческим политиком, как бы, ну, нам это как-то не холодно и не жарко. Мы же как бы с тобой понимаем. Будет стоять задача ликвидировать Зеленского, ну, ликвидировать Зеленского. А так задача стояла по дальнейшей демилитаризации Украины. Как бы, ну, и звеняйте, что мы не предупредили. У меня есть уверенность, что один хорошо обученный Искандер, для того, чтобы решить такую задачу, у российских вооруженных сил точно бы нашелся, если бы такая задача стояла. Вот два года господин Зеленский, как главный украинский нациф, жив и здоров. Я думаю, это следствие того, что такая задача не стоит. Я могу сейчас спорить, обсуждать относительно того, почему такое решение принято. Может быть, потому что нужен украинский кейтель, который должен подписать акт о безоговорочной капитуляции, и Зеленский, мне кажется, хорошо подойдет на эту роль. Не знаю. Но я уверен в том, что он жив именно потому, что сегодня ему это позволяют сделать. Это, что называется, усложняются его творческие перформансы. Если раньше просто воздушная тревога, то теперь имитация убийства. Зачем? Чтобы выйти на сцену и публично заявить. Вы видите, что происходит? Они хотели меня убить. Дайте мне ПВО. Я даже не преувеличиваю. Я ему сообщаю, что его персональный искандер пока не взлетел. Та після таких заяв зброю навіть просити не потребно. Наши партнери мають реагувати терміново. Продолжение следует...